итак всем привет дорогие друзья с вами 7x0 с вами команда 7x и сегодня мы будем смотреть клавар нашей команды против команды плотун в очередной раз у нас карта inside and out и 7x фаталбой будет играть против плату на базаром счет 00 поехали первый матч это у нас традиционно уже ставшие для последнего времени пиви пи она же pvp она же протас против процесса вот такие вот собственно дела с один сам просто стаянных ничем отчап у нас так улучшай зиму так собственно у нас она за справа сверху это у нас зеленый протез слева снизу у нас поднику с фаталбой вернулся он сейчас трепост на большом отпуском и собственно которому вся команда последнего им достаточно находился вот уже спели сыграть на пару матчей на двух ашлигах ссср лига учет там пока все довольно кисло вчера должен был быть у нас матч против extreme team но там куда-то манагер пропал я надеюсь с ним все хорошо и не всплывет он где-нибудь сверху приобретенных территориях как собственно не хотел бы на мечты сделать себя лучше покажет стандартно здесь пробка от потолбой приезжает здесь у нас не дает лаза поставить nexus через натура у нас скрывается под рукой то есть сразу чуть чуть более рискован скажем так сыграл то есть если там какие-нибудь паракси бы были давление со стороны соперник то есть натурал мог бы и пострадать ну и просто так можно приехать запилить пилон отсрочить несколько тайминг nexus а рампу зато оборонять целом достаточно удобно что тут что там немножко паши конечно катается пытается еще видим один пилон стать чем больше nexus отложить на все это пилот ее собственный зон забирает отопился и помогать здесь убить nexus и кстати в итоге nexus у нашего соперника будет раньше даже чем батарейка перестраховывается на все эти случаи твой лайт низ здесь мальтикс сон таки технологию фаза плать бурка большой два зара прошу стриму спасибо спасибо ребят всем напомню что у нас носить случайность время задержка составляет 120 секунд соответственно отвечать меня там начат не получится каждый раз говорю по стартап у нас все стримы идут с такой задержкой потому что кроме как колонваров и дик я не поделал меня сейчас так как практически не астримлю ага у нас тут пароксиев это лбу и блин сейчас тоже обратим внимание немножко отвлекся совсем технический момент интерес на самом деле тот должен быть готов вашего соперника с поиском посмотрим нет вам сачу он а чё тогда прозвонил вроде не очень понятно там что построилась потом отменилась страны с антреальку там шайны ага и маршу пропустить абса то есть делся мог отменил и моркова заказал от сервера то видел он кстати нет ничего ну окей ладно пойдя по что в общем то а может разведал базу и обозун тоже окей ладно просто будем считать что стандартное решение сустава сейчас цели разведка залетит должна быть раздалка подкорректировать свою траекторию чтобы видеть твайлайт цена на я его вижу типа а там ножки зил там и статьи зил архон будет ворваться адептом никуда чисто дорожит все-таки стоит еще небольшую поправку делать на то что у наших ребят сейчас не так много игровой практики у большинства команд и большинства состав команды к сожалению большого побежали первые зиратулы буду пытаться за ниндзи здесь что-нибудь вопс кстати где-то готов куда-то улетел опс полетел на базу убегает дарки нужно выпиливать срочно романтик сразу просто решает насторгать побольше рабочих вам заказывается второй опс на это время успехи чё-то поднарезать здесь рабочих насчитали 11 12 ну может быть это и более правильное решение конечно было пробок резать не знаю санты подрезали да и вот он об сервер выходит собственно спасение для оставшихся рабочих и успевает еще и в колобках кстати завернуть и тут еще один дар даже гриф продолжается нарезка 18 9 марта 18 рабочих 19 аварийная диверсия прошла успешно минус а 0 достаточно много собственно третью базу поставили противника сразу там по инкому резки такой просадка точнее как резкий верес нашу сторону должен тот наверно собирать манат бежать контратак потому что из такого преимущества по экономике я думаю что будет отыграться от первого знак достаточно сложно тут уже войска есть не знаю в общем проблемы проблемы сейчас у вас она будет думать ничего делать вот третий на что достраивается есть какие-то войска главное потолбой не допустить какую-то критическую ошибку которая могла бы ему помочь 2 адепты залетели минус еще одна пробка особей любая как бы лишняя пробка будет достаточно выгодно уж соперник будешь сейчас именно их припать в общем войска дизраптора кстати делать технологию достаточно неплохо впереди наш соперник чем будет бороться против дизок здесь подолбой нужен блин папе растал пирам нужны зелутин скачайте если есть фото с мейнера меня поправят по моему так и делать тут кстати еще и при скорость на призму делается дровица по и вот уже первый дизратор пошел бы пытаться на страдать с призм и я я я я я я я не увидел это сейчас потом бою вот такая жуткая диверсия произошла в ответ на самом деле это крайне печально трубе рейда чекает эти банк эти базы нету до сих пор и даже не пахнет все раза будет пытаться с двух баз надавливать при помощи там за скоростью дизов то есть как-то пытаться там на контроль и от если да и заказал пакет шары будут залетать то чему я собственно не люблю еще пвп играть и смотреть это вот очень большой элемент роман и собственно сами одевали говорят ночи многие пвп ненавидит но куда деваться если вот севдолады там процентов 70 сейчас вообще всех игроков но по крайней мере суди по дому конечно чушь ткану да тут патрулирует дальше и просто будет сейчас есть минус дизратор 1 это контроллера ваза призма скрывается ты конечно здесь очень хорошо помогает убегать да вот так вот диверсий по по конту нужно столько раз блинком блин только сейчас заказывается фото лбоя сам пытается раздеваться достойный пробок подрезает взлетая от этого контроль пытается вызвать своего соперника на 4 по ходу вот кстати 3 такие раза поставить видимо он чувствует что визератор им дает оружие преимущество ну конечно вот так вот если будет прям кучкой ловить кринш какой-то или ждем короче блинка без блинка тут прям беда беда совсем уже кстати преимущество по лимиту на стране нашего соперника практически по моему нет 83 ну слишком сильно экономически преимущество сейчас стал бы позволяет какой-то степень миллер да вот эти призма полетела и вынуждены будет соперник сейчас возвращаться назад и приколом или ларкать все домой есть дома и можно отбиться но опять же дома них и на нету три афон пойму а то там четыре стал там где-то где-то стоять хорошо кстати сейчас фениксом поднял завтра и битва уходят в команд потол боя хорош ну чтож первый сет остается за команды 7x классно классно сыграл потол боя на самом деле перепугался когда вот он сейчас к нему пришли вот у него дом ничего нету очень много на этих диверсия дезрапторами потерял сам конечно там полетел мой вид мара ваза понял что здесь его как бы встретят там дома он уже не отобьется хотя как мне показалось выглядела его 8 несколько псалей не тем более там плюс дезраптор ну и грамм ты конечно фениксом то что он поднял шарик не дал возможности ему завершить свой выстрел когда дезраптор вот так вот как-то выбивается из строя то у шариков исчезать не урон ну что ж у нас готовится все временем проще того азар если что говорит подождите второй сет там чуть похуды пока нету вот или сыграть третий сет ну окей ладно давайте наверно тогда встретилась это начнем пошли леса я чуть не вижу сейчас сети нашу соперник ту наш соперников похоже тоже игрока сейчас нет вообще кстати если по лайн-апам быстренько пробежаться какие у нас тут составы с нашей стороны у нас играет все дефат албой лиарь из фриз блэкки и краж и со стороны наших соперников сегодня играют помимо лазара еще рака сильвер кроу и нарфи то есть не матчей изменений по сравнению с нашим матчем по-моему где на сссалю так ну давайте мы напишем лярис он читая в сети не вижу и есть мнение что возможно что его нету сейчас довольно грустно по волне вчера только ответил последний раз в общем небольшая заминочка получается потому что у них короче нету игрока на третий сет сейчас они предлагают начать 2 у нас соответственно нет игроков на 2 сет то есть такая вот так вот внезапно не лягец последний раз отписывался еще вчера то есть сегодня не потребился участие может конечно было бы его как-нибудь заменить все-таки надеюсь что он придет то что все-таки из тех игроков которые практически всегда у нас на кланвар поступают стабильно не знаю я надеюсь как бы с ним ничего не случилось в свете нынешних событий вполне может иметь место быть надеюсь что все будет хорошо и не ответит желательно течение сегодняшнего плана так есть нарксе на канале рака есть и разор от нас есть крашу блэки и собственно потолбой а но 4 сет мы тоже не можем начать потому что мало ли может там 30 вообще ну да Дорогая, со вчерашним рванером тоже весело получилось, когда вообще куда-то все соперники пропали. Может конечно предложить, может конечно предложить та часть четвертого сета, та краш против Нарфи, но это как бы немножко не по правилам будет, почему, потому что в случае если команда выиграет первые три сета, четвертый сет не играется, соответственно, еще пока счет 1-0 на школе, то еще не факт, может мы там, не знаю, сейчас. 3-0 выиграем, и GGVP, так, давайте четвертому начнем, почему нет, Азарк тут кстати за капитана выступает сегодня. Кажется, там повтор смотрит, он похоже в ДНДшке. А, Лярис пришел? Не вижу, не было просто. А, все, отлично, отлично. А, все, отлично. Ок. Ну что ж, поехали. ГЛХП старт. Начинаем. Ну что ж, у нас второй сет клонуара 7Х против Платун. Карта у нас Мундэнс, 7Х Лярис Фрис у нас будет играть против Платун Рарки. Это у нас ТВЗ наконец-таки, не ТВТ и не ПВП и даже не ПВТ. Вот, все-таки, все-таки Зерк достаточно редкий зверь на сегодняшнем. Старкрафт 2 поле, как-то после всех нерфов последнего патча, вот, Зергам стало прям, ну, совсем грустно быть в этой игре. Но будем надеяться, что, может быть, где-нибудь через год, два-три или хотя бы лет через пять Близзард выпустят свой следующий балансный патч. И там такие Зергам немножко бахнут. Ну, а Торсов, наоборот, такие нерфануты Мскай, потому что играть уже, там, который год в это дело, ну, наверное, тошнит уже всех, что аж побросали многие. Слева-сверху появляется у нас синий Терен, Семикс, Лярис, Фрис. Справа-снизу у нас Платун Рарка. Кстати, у нас тут даже вот значок Лиги нормально совпадает с тем, на который мы играем. И что-то Платуна, по-моему, у него сейчас какой-то другой значок. Вот, но это не точно. Вот, и наш значок, собственно, уже, наверное, года с 2012-го остается неизменным. Ну, да, в 2012-м году, по-моему, или в 2013-м у нас вот этот вот значок появился. То есть, вообще, сам этот логотип, он появился немножко раньше, он появился в году, по-моему, в 2009-м. Вот, еще в эпоху прозоргающий его в Анжелу рисовал тогда, он выглядит немножко, семерка была не вот такая, а вот такая более топорная, кружочек был по-моему, чтобы он был написан гиперспортивный клуб Санкт-Петербург. Ну, и, соответственно, здесь у нас был корабль, питерский нарисован, чем потому что время у нас, как бы, была ставка на оффлайн, там, киберспорт, все такое, и был у нас состав целиком из Санкт-Петербурга тогда у нас. Вот. Был контрол, был Luckyfish, был HLR, еще много других ребят было, в том числе, кстати. Вал был, а, Антон был, кстати, тоже питерский у нас. Вот, ассети даже Норрин побывал. Компания, ну, нет. Компания, ну, а логотип потом уже, это я перерисовывал, вот такой более, скажем так, красивый. Вот, ну, и поменял Санкт-Петербург на девиз нашего клана StarCard Forever. Вот, это старый слоган еще с нашего сайта 7x.ru 2002 года. Прилетает у нас первым реперам Лярис, начинает калить собачек, задача гнезда повыносить как можно больше собак. Вот, вот, в идеале, конечно, рабочий приоритет, цель не забрать, нужно больше рабов. Вот, на втором месте, наверное, собать, потому что их проще просто убить. Ну, аквены, аквены они слишком бронированные для того, чтобы реперами их убивать, может, и коронатами так позапивать, ну, и лопатами, садачи, ну, можно почитать. Вот. Ну, в итоге здесь очень хорошо контролит рака, все здесь разбегается, вот, ничего не пострадал, по-моему, 0,5 и потери. Ну, вот, нет, 6 чего-то там. А, это на отмене дронов газ, вот, или в спорку, короче, что немножко пострадал. Вот, и кривая-кривая бомбочка, и вот этот директор у нас отдается попытно забрать опухоль, буквально, на выстрел не хватило ему. Вот, для того, чтобы убежать распространение слизи, это довольно важный момент, потому что нужно соединить зерга вот здесь две локации, как раз вот этим своим криповым мостиком, чтобы квены могли ходить туда-сюда, отбиваться от диверсии со стороны террано, то есть вот так вот гелики будут выезжать, там, гроб какие-то залетать, соответственно, там, или баньши, или либераторы на третью базу охотятся на рабочих. И, соответственно, квена, как универсальный юнит на этой стадии, она очень хорошо все это делал дерфить, то есть она основной ПВО зерга, вот, на этой стадии, потому что спорты слишком маломобильные и стоят дорого. Вот, квена тебе все равно нужна, ты ее все равно строишь, и поэтому, собственно, добиваешься. Через Раджвариан будет открываться у нас рак, это что-то интересное, да, чтобы более традиционно как-то играть через Линго Бэйнов, или, там, с перехода в Гидру, вот, или, там, через Линго Бэйна Мунту, вот, да, вот, играть сразу в тараканов, это может, кстати, говорить все о каком-то, какой-то агрессивной стратегии со стороны нашего. Соперек, я сам такой билд просековал, это билд Сэрла в свое время был, но я, правда, не уследил, какой здесь именно был зерговский билд, вот, ну, вообще, очень похоже, что это атака, там, восьмью, или, там, десятью рачами, пара-трой креведжеров, и куча-куча лингов, еще в довесок к ним, вот, я вообще все билды позабоевал, ну, да, вот, тут куча лингов делается, ой, геликов зажали, гибки сливаются просто ни за что, вот, там, где-то, да, это атак с реведжером, то есть, это, действительно, тот билд, про который я говорил, вот, то есть, это с целью не бить Ферна, он идет, класс, атака, да, тут сразу же бункера ставит Ларис, у меня проблема в том, что он уже третий ЭЦЦ заказал, он больше половины достроился, вот, и ему здесь нужен, там, танк, либератор, в общем, что-нибудь, чтобы отбиться, пришедшим к нему довольно большого и опасного войска, потому что, с вами коррозия вайланы, и достаточно быстро должны будут разобрать эти знания реведжера, вот, бункера его особо не уделят, танк тоже здесь под коррозией, но он быстро попадет, и, в итоге, наверх поднимается, да, и создается, что у него есть рабочий комбатик, танк, срочно, наверное, у меня будет ставить рабо, баранин, да, главная проблема, что сейчас просто там коррозивные виды, поэтому, собственно, игра закончится, ветеранов, скорее всего, хотя, ну, сумел здесь щит сбить, если остались одни голые ровагер, он у меня терм-то ничего не осталось, 21 АКСМ-к минус, просто всех рабочих, чем практические, схватил, второй танчик выезжает, наверно, вот это раскладывать, не имеет смысл здесь, здесь зал первым по ровагерам, ровагер мал дамаги получает, они, у танка бонус по бронированным георитам, сами они являются биндом гидране, подменяется цеха, если да, тут не должны рыбыть дожилу, и симпатик, кстати, по-моему, тоже нет еще, майка, нет, есть стинг, кстати, майка, то есть можно, в принципе, попробовать, разобрать, но все главное там, если не надо, там живет, кстати сказать, мало байлов попало, но тут 24 рабочих минус, да, зерк, он как бы своим рашем обломался, вот, потерял довольно много дронов здесь на базе на своей, кстати, парабам примерно райсу, 29 на 31, но 24 рабочих было уничтожено, у Лиариса 5 рабочих было уничтожено со стороны его соперника, ну, целом, такой вообще размин получился в пользу зерга, я считаю, почему продолжает пушить дальше, вот, собрал лимит, дроп он пытается Лиарис, хотел как-то отвлечь, то есть не дать своему сопернику перейти в атаку до того, как он не выстроит здесь свою линию обороны достаточно, потому что и соплами, и бунтерами не закроется, и накопит достаточно пехоты, чтобы прикрыть танки, которые уже дальше все это дело будут выделывать, на мейне, кстати, добычу наш соперник так и не восстанавливает, не хватает у него дронов для этого, бегает туда-сюда, Лиарис пока тянет время, дропа нету, кстати, здесь все в обороне пока что, задача, в общем-то, снова отбиться, зерк будет пытаться продолжать давить, вообще, на самом деле, если вот этот пуш проваливается, не задев экономики практически, то у зерга, в общем-то, жопа, потому что там перспектив особо никаких, то, собственно, экономик там раскачать сложно, и контратака от тирана, как правило, все это дело убивает. Тут, кстати, контрдроп полетел, вот, в нашу термину ее рискнул, он сейчас в обороне одни голые марины, теперь закрыть соплай, не успевает закрыть соплай, и вот это печаль тоже все, то есть несутся, наверное, тут, конечно, да, дроп выбьет базу зерга, но зерк может даже успеть вернуться, или это размен фактически будет, походу, Лярис собирается играть в размен, то есть сейчас просто поднимать здание, понимая, что зерк здесь от дропа не отобьется, у него нету бейлинг-неста, соответственно, нету бейлингов, которые могли бы эффект... А нет, есть бейлинг-нест, тоже построить успел, короче. Вот, эффективно бороться с тиранской приботы, здесь нужно поднимать здание, наверное, все продакшн, вот, главное, спастись от Сешки, ну, чтоб можно было там читамула кидать, вот, ну, и зерк здесь, не знаю, с трудом базу отбивает, только если бейлинг-неста вернет, а почему нету бейлинг-неста сейчас в Иракии, хватает гады, нет, есть газ достаточно. Затерял все это немножко, увлечен, наломая терновскую базу, тиран, да, здание все поднял, и вопрос там контроль, контроль, и насколько хорошо сейчас против этого бейлинга сможет лярить здесь расконтролить, пехота очень мало, но за счет как раз таки данных контроля может попробовать нанести довольно критичное движение вверх, и так, здесь уже две базы не убит, налоги, у него, фактически, ты, короче, бейлингер, Рачварян видел Ярис, видит там Рачварян, соответственно, нужно его добивать, просто потому, чтобы, просто для того, чтобы не было никаких технологий, да, проверяет, что здесь базы нет, увидит он, видел эту базу, потому что на одной базе сейчас сидит соперник, им тут удовольствие довольно много, дейлинга почему-то Рачварян до сих пор не добавляет, пытается убить царпитал, кстати, думаю, получается, не тут РХ-3 что-то, если что, если что, если он будет, то сможет он вполне быстро восстановиться, улетает, в общем-то, здесь, гаррит, но проблема в том, как-то у卡 способ летать, это нет, есть Барати, которые, в случае спасения, могут, кстати, можно и я его потом не забрать, или как размеяться, потому, хорошее, улетает, устанавливается здесь мало, да, Барати, нет, да, Да, понимаете, все безысходность, то есть не стал затягивать дальше эту партию, в общем-то, уже проигранную в этом моменте. Ну и тут просто, да, по билду, можно сказать, переиграл наш соперник Лиарис, потому что, ну, тот улетел как раз аккурат в этот момент, и к нему приходит такой пуш, вот, от которого он уже не сумел ловиться. Это вообще довольно мощный билд, я говорю, я сам его катал в одно время постоянно, вот. Ну что ж, возвращаемся дальше, у нас следующий сет, есть ли у нас на третий сет кто-то? 1-1 у нас счет, кстати, сейчас, вот, и третьим сетом будет играть 7x Блекки против, 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 против Сильверкроу, довольно неплохой, не помню кто, честно сказать, по Расселу. Помню, что он играл на предыдущем нашем клаваре на ССА, вот, но не помню против кого. Кстати, тогда Блекки не играл, по-моему, еще даже команду не вернулся на тот момент. Так, и карта у нас будет Waterfall, он же водопад. Waterfall, водопад, создать с манификацией. И давайте всех пригласим. Ну жестко, да, да, хорошо сыграл в Илью. Так, а вазар у них пока за капитана, вроде бы. То есть четвертый сет тут уже по-любому будет, то есть крашу можно смело ставить, если что. Играть вперед. Приглашаем Сильверкроу тогда. 5-164, кстати, хорошие статы. Подлечит от Блекки. Блекки у нас... Игрок из Алмазной Лиги, 3700. Вот, но он стал MVP, можно сказать, прошлого клавара. Ага, все окей. Вы готовы? Поехали. Кл-ХП старт. Ну что ж, начинается у нас следующий сет, третий сет клавара, 7х против плотун. Карта у нас Waterfall, он же водопад, 7х Блекки будет играть, ТВТ против... Платун, Сильверкроу, и счет у нас 1-1. Прикольная карта, кстати. Хоть не получится, уже сделал такой мега-дробка, который мы остались видеть на прошлой нашей игре. Он, собственно, приведет к четвертой... Третьей, точнее, победной... Третьей, точнее, очко, и позволил перевести игру весь матч, где уже... Лярис затащил. Это было, вроде, в какой-то играли в латиноамериканской команде, еще и на сервере, в общем, там какая-то жизнь совсем была. Вот, ну и Блекки, в общем-то, такой у нас довольно неплохой игрок. Было в нашей команде одно время, потом ушел. Вот, вот сейчас буквально недавно вернулся, спустя несколько лет. Вот, ну и большой-большой им, конечно, эспект, потому что вот помогает он, там, на наших лавах. Пока все стандартное с одной и с другой стороны, ничего особо экстрадинарного не происходит. Приезжает разведка от Блейка, довольно ранее, кстати сказать. То есть отправил его еще до постройки барака, и после сопла, по-моему, рабочего сразу же. А, человек, и что там происходит? Нет ли там проксика каких-нибудь? Делается первый рипер, ну а Блекки, в свою очередь, он не пораньше выходит в факторку. Тут, кстати, карта менее, на самом деле, удобная для исполнения такой стратегии, если то, о чем я думаю. Да, Евген у нас сегодня в запасе, за который до этого выступал на этом лаваре. Точнее, на лаваре против этой команды, но на другой лиге. Но, кстати, две лиги параллельны сейчас, получается. То есть по, по-моему, средам, что ли, или четвергам у нас должна быть... Дерсертер лига, а вот ССА лига, она не имеет, по-моему, никакого четкого расписания. То есть там, просто с команды собрались, все оставили, не сказали, им не видеть. То есть играйте. Соответственно, как хотите. Договаривайте, встречайтесь, играйте. Кстати, тут манаги, наш соперник как раз проснулся, будем мы с ним обговаривать, когда мы будем играть в матч, ну, потому что Техлос, я думаю, что, прости, не знаю, будем мы эту лигу доигрывать или нет. Ну, потому что, что-то, как-то она идет, ну, совсем не очень. Да и, что-то она мне сама по себе не очень нравится. Ну, ладно, у нас в Блэйте выходит ЦЦ-шку, не будет пушить Глобаск, это был в прошлый раз. Наш соперник, кстати, на сей раз играет 1-1-1, то есть поменять, может быть, билдами. Опять же, сравним с его прошлым матчем. Но зато в Блэйте здесь делается цикло. Я не большой эксперт по ТВТС, и что, извините, пусть меня поправят. Залетает цикло, не спал, поп, поп. Не за все, кстати, и минус элита. Ничего абсолютно не достиг, с него ползом делал, випер потерял. Найка чуть-чуть на хп пробил, и делается делика. Дельки танки будут играть, походу, в атаку с 1-1 базой, а не от вот ЦТ-шка пошла 2-ая. Прекольный, кстати, скин, мне, наверное, больше всего нравится, вот этот, как вам, моджайский в этой скину. Вот на тело. Блестюще технологично. Захватывается в деваку с 5, не сиди, собственно, на свой груз, это 4-3 делика, 4-3 делика. Ой-ой-ой, рабочий тут, рабочий тут плохо, рабочие страдают в увеличении гимн циклона срочно, потому что тут огромный дымыш полет не видит, там просто идут все, взлетаются, море, все ингрентальные, потому что, ну, в принципе, девака, все уже никуда не улетит, но рабочих полегло просто много, и чуть-чуть 13-ю до, ну, типа, по-моему, это не предел, нет, все-таки этим делом не ограничилось, 13 штук минус, и это сразу просадка по экрану, да, уже жесткая. Вот, у Блэйка. Бастик, в общем-то, освоится ли здесь Сильвер Кролл, за счет более поздней ЦСшки, более раннего войска. Делается Ревен у Блэйка. Дополнительная тюрель в обороне, если что. Вот, но проблема в том, что экономик, конечно, да, пострадал, просто два раза меньше рабов получается, и тут выкорбаться из такого отставания будет довольно тяжело. Так, все время, ребят, буквально миг мне надо будет пройти сейчас. Давайте мы отблокить посадим. Так, что-то такое не получается, а вот. Сейчас вернусь. УДил! СЦБ готов! СЦБ- СЦБ- СЦБ готов! Субтитры сделал DimaTorzok 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 устроишь войска и там для терна важно разведать чё на 3 базе происходит соответственно если там добычи нету особо дронов как бы готовиться к отбить там да бывает уротичные несколько разведать особенно если рипер помер и у тебя нет ничего летающего для разведки а скан жалко вот ну и это очень хорошо сбривает билды с 3 цц собственно во что лярис как раз таки играл так что нам немножечко не повезло в этом плане ну что ждем крашен написала ему походу в dnd находится 6 минут в своей первой своей не рейтинговой игры но и дискорда пока что сообщение моё он не прочитал так сейчас это когда отойду вернусь буквально через пару минут тоже и это и и в и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не помню этого игрока, кстати сказать, по нашим последним клануарам Что-то по предыдущим клануарам я его не помню 2-1 еще пока что в пользу наших соперников Сибирь с Фатталбой выиграл DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ну а если сумеет, то счет будет 2-2 и у нас будет ace-матч еще На карте Type-C Кто-то изыгравшим ППС он будет играть С тем-то изыгравшим У меня примерно, кстати, представляю выбор, который будет здесь С одной и с другой стороны Но, возможно, некоторые сюрпризы Приезжай, пробка на развивку Здесь у нас стандарт Пархата Газпол Одно время прям была Дикая модность за потом До тех пор, пока не пофиксили Эти карты не сделали Вот здесь более широкое пространство за минералами Спасибо за фоллоу Рарка По 20 секунд задержка на стриме у нас, если что, напомнил Вот Добро пожаловать на наш маленький юридный канал Тут мы, не только StarCraft клана Расстрим На самом деле, там, процедуше Семьдесят времени играю в Тейтинг Собственно, основная ныча дисциплина Как-то под StarCraft и немножко подохладел сейчас Ну, то есть, практически Только вот Клабардаш команды веду В среднее время и все Вот, сам я, наверное, уже года с 2018-го не играл Вот, вот, от слова совсем, там, что-то пробовал Вот здесь вот недавно, на днях Там, там, так, вылезти на ладер, что-то поиграть Ходил, что у меня пердак до сих пор горит Вот, особенно от рейтингового режима И от Старката в целом, ну и плюс, конечно, механику Просил он настолько, что Вот, играть, чувствуя себя инвалидом, ну, как-то крайне неприятным Протовышим, наверное Потому что мы Уйдем в стример и менеджер комментатора Вот, что я тебе делаю Делается первый адепт у нас от Нарфи Краш выставляет третью Краш у нас, кстати, известен как игрок, который Ну, крайне редко играет в какие-то раши и чизы То есть он так, как Симикс Контрол Вот, из такого разряда игрок Любитель макро уже Такого лейтгейма Насколько вообще лейтгейм нынче может быть приятен Но в этом матче Посмотрел на все патчевые изменения Одна, кстати, скидка, да, еще не назовет То есть куда? Близо за официально вложенную гидерна поддержку А, нет, по-моему, хер положение на ее поддержку Произошло позже, чем У тебя, собственно, можно сказать, ушел крылкой дисциплины Открывается два адета, минус один рабочий Второго не успел зафокусить И в итоге, ну, раз бы на двух адетов на одного Раба, это такое себе На самом деле дело И тут Торакл еще, кстати, готовится Немножко позабывались тайминги Но Спорт течетко ставит краш сейчас Раз, раз Спорт крыльт, две квины есть Если что, три квины даже О, и 28 на 36 прото спереди За счет бустов хороший Летит Оракл, да, кстати, палец он сейчас На Сенсор, на Зелладе Вот, и контр забегание лингами Выдав судьбу и Торакл возвращать А, нет, кто за второй Оракл достроится Батарейки, кстати, нету Он потом будет сталкер пройдет Будет третью базу сейчас поменять Нашему сопернику крашу Это ему удастся, вполне не успеет Оракл с ученым Да, третья база отменяется Оракл здесь ничего не насчитал Псалит нарвался на стоп Терелка в этом и на всем остальном И в целом пока игра в пользу краша Здесь складывается, мне кажется Поржат вайлайт от прописи Будет переход уже к какие-то технологии с антройблами Опять линги забегают Минус пробка строительницы И походу нет Массирос, значит, удастся оставить За счет сжигания маны на ракл Не сливает краш сейчас Лингов размен на хп-ствующего Саннексуса Читает убежать Понимая, что не будет же Закрыть держать вечно нархи Ну и можно, если что-то вернуться Попусать, но тоже два адапта Баруна в целом выстроенная Перетя база здесь встанет Хоть и чуть более поздними таймингами Чем это положим Делается рач варен Делается лэйер В целом пока у нас Игра переходит в такой стандартный Мидгейм Добавляется гейты Делается ножки на зилдов Ну и потом Сейчас раскачиваю свою четвертую базу Готовится к выходу Ну а краш стоит Свою четвертую базу Третью базу Сейчас будет раскачивать Да, нельзя, понятное дело Здорово, яунт Ребят, ребят Всем, кто нас сегодня смотрит Кстати, сколько у нас интересных зрителей На Твиче у нас Наш 13 человек Наверное, они наблюдают Для Старкрафта на самом деле Даже удивительно Как-то обычно На Старкрафт Наш кланар Выходит не так много Народ зрителей Ну, чем на Твиче Значит, у нас там Ну, может быть За счет того, что Еще команда наших соперников От нас поглядывает Привет, ребятам И самотун, кстати Большое спасибо Монагеру вашему Ну, вот, за то, что Играем без всяких Залезаний в бутыл Вот, и вообще все Чисто гладкое В целом, дружелюбно Что, собственно, наверное Является, наверное, приоритетом Для френдлиров Пановых лифт Вот такие Как, где все Большой такой Просто миграция дронов С локацией на локацию Прим-таки Два ручейка слились Пересеклись между собой Здесь Главный Это заказ был Семьдесят Семьдесят Рабочих Украш Полусе Раскачан На кануке То, что дальше Вы можете Войска Делать Добавляется Гидролиз Делан Будет Гидролиз Добавлят С по-видимностью Переходом В лево Дальше Когда Хайф Достроен Будет Гидролич Как бы Мы Люркеры Сейчас Метовые На самом деле Когда Дело Было В Котце Все Просили Подобаки Добаки Люркеров Воле Просили В Котце Просили В итоге Только Лот Люркера Получили Обратно Почем Кстати Немножко Мы Изменим Стояние С тем Каким Он был В Альфа Версии Еще Винкс Оф Либерти Когда На игромер Приезжал В 2008 Году Вот Или В 2009 Году Где-то За год Почти Даже За два До выхода Давали Всем желающим Ее Потыкать На стенде Игромера И Плюс Даже Был такой Фановый Турик За Небольшие Призы От Близзов И ключ На Бет Тестирование Соответственно Я Козрок Стратег И Адольф Стали Собственно Первыми Игроками Вообще В России Кто Получил Ключи На СК2 Тогда Выграв На этом Стоянии И Тогда В том Билде Как раз Уже Присутствовали Люкеры Еще Версов Кридорцев Потом Правда Их Убрали И Вернули Вот Только Сейчас В лот И Причем Дескать Переработан Стоит То есть Тогда Это Был Тир 2 Юнит Вот Каким Он Собственно Был По Стар Крат Бродвар Мутировался Из Гидролис То есть Не Требыл Дополнительного Знания То есть Он был Чисто Копия Из Про Два Себя Самого Вот И Был Он Весьма А Нет Подожди Подожди Поджем Он Был Тир 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 Юнит Тир 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 Тогда В Пилоту В Альфа Голов Сам Заговариваюсь Подвечер Сами Ребята Тут У нас Выход Дела Лют Тир Не Готовы Еще Просто Руч Идра Не Самый Луч Повица Хорошо Хоть Шторма Нет Он Давлен Эффективно Кальки Соперника Чем Собственно Крав Здесь И Пользуется Кроч Хорошо Танкует И Походу Заканчивается Здесь Протос Узкий Проход Непрочный Протос Какое-то Нереальное Количество Вообще Архон Делал Огромные ДПС Гидра Вдает По всему Этого Архон Тифок Под кокусом Разваливаться Дилки Заканчивается Тут Вы должны Здесь Отступать Тем временем Забегания На Локацию Хотел Были Было Сказать Какой-то Забудший Линк Видимо Пасши Эту Локацию Изначально Жестко Было По войскам Крайне Неграмотно Позицию Здесь Для битвы Выбрал Нарфер И В итоге Это Слово Не Играй Я не думаю Что Если Краш Побьет То Давай Отобьется Собьем Но Ночем Могом Там Потерял Чем Можно Было И Не Делать Но И В целом Это Нарфер Краш У Суще Поздравля Вот Краш Лобиться Дальше Мне кажется Не Самая Лучшая Идея Пытается Распугать ДПС Просто Увлекает Зелик Позвращает Торный Урод Дедры Многие Дедрах Хорошо Пробивает Минус База Нарфер Дон Деся Батареек Нету Кстати Скажет Че Там Мало Батареек У него В бороде Совсем На Этой Базе Чуть Есть Подбит Бой Сходи Нарфер Архон Нету Шторма Где Шторма С Детрой Сразаться Оу Как сложно Огромный ДПС Но Достаточно Хило Поэтому Шторм Работает Против Него Прям На Ура Штормовиков Оставился Шторма У него Нет И Походу У нас 22 Я Смач Я Не Думаю Что Нес Огромное Количе Гидролей Сейчас Стану Чет Становится 22 Ну что Поздравляем Краш Отличная Победа Четко Задавил Все Прям По Стратегии Мак На Своем Так Да Давайте Будем Решать Кто У нас Знает Сейчас Пойдет Сейчас Пока Будем Держать Командный Совет То У нас На Ис Пойдет Я Думаю Что Ответ Тут Довольно Очевиден Но Все Так Мало Возможно Какие Вариации Держи 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, мы тоже готовы Напомню, кстати, что на скриме у нас двухминутная затяжка, если что А нет, слушайте, я думал, что будет у нас реванш между Лярисом и Раркой У нас будет Сильверкроу против Ляриса То есть у нас будет ТВТ Это довольно хороший расклад, довольно хороший ТВТ у Ляриса Ну вот, как-то Type-C у нас Почему-то я все время пытаюсь назвать USB Type-C Ассоциация логична Так Приглашаем Сильверкроу А, он сам заходит И Ляриса мы тоже приглашаем 5250, все бы у него сейчас Тут немножко инактив, скажем так, спустило его По Эммару Ну, то есть практически лето он провел его на активе Он, кстати, за пределами нашей команды уходил там в китайский коллектив Точнее была какая-то китайская лига, у нас там коллектив он там уходил Ну, блин, там в момент лиг уже успел закончиться, пришлось бы возвращаться обратно Ну, что Китай радует то, что есть какие-то командные лиги по Старкрафту, что и Не может не радовать, что игра живет уже там который год Уже больше 12 лет получается Без сцепления киберспортивные Ну, что ж, у нас карта Type-C Платун, Сильверкроу против 7X Ляриса, 3 За счет у нас 2-2 И это и с матч нашего сегодняшнего клонмара Поехали Справа сверху появляется у нас Синий теран, Платун, Сильверкроу Слева слезу, красный теран 7X, Лярис, 3 Вот он же Икунин, по-моему Нет В общем, какой-то у него еще там не был Вот, я точно помню По-моему, Икунин Вот, ну В принципе, его все уже привыкли, наверное, Лярисом Выбывать, особенно после того, как засветился Он в одном из видосе Алекса Про, по-моему, Кинцовый Хилл Или что-то вроде этого Или такой-то, в общем-то, тайный турнир был Вот, какой-то, какой-то был там Алексовский ивент Где как раз он Ляриса пригласил Стретив он где-то на ладере Увидев в него нереальное количество игр Потому что очень много, конечно, Ляриса когда наигрывал Вот, это было где-то начало этого года Вот, еще пока до всей этой петрушки Были там всякие такие Ковидные ограничения Когда все сидели дома, там играли Онлайн затрачивали А были такие времена в свое время Когда давным-давно По которым мы теперь, наверное, все скучать будем Вот Ну и, собственно, это был повод для Апаслина очень многих игроков Очень много дисциплинов, в частности По Атрекину Это время, оно большой буст дало У нас к общему стилу нашей комьюнити Было много турниров Наши ребята очень хорошо на Европе выступали Ну да ладно, Ласту Сейчас немножко другая игра Ну, все пока по стандарту С одной и другой стороны Через рипер открывается оба Но чуть-чуть пораньше будет Пактаву и Сильверкроу Сильверкроу, напомню У нас до этого обыграл Блейкер Ну и, судя по тому, что Его выставили на рейс Либо он на них топовый игрок Либо он Либо просто манагеры Наши соперников Рассчитали, что У нас довольно известный Игрук на рейс Это не просто Она там мог играть Сыграть Ну, он запастал Или фаталбой Ну, и решили, что Может быть Кого у ТВТП лучше будет Или там матча против Терма Ну что ж, посмотрим Чужие, как бы, на планы потемки Если что 1-1-1 у нас играет Сильверкроу Примерно схожий бит у нас играет Лярис Пока что нету А, где-то есть СССР Уже разные билды у нас Получается Командный церковь Открывается в наш термин В дуэль на рипер Пригал, к сожалению Вынужден ретироваться Пауничный на рипер Сделает геликов Будет пытаться подкушать Дельбазу, по видимости Тем же самым, кстати, Лярис отвечает Возможно, кстати Здесь будет какая-то такая Атака в стиле контрола Но, в духе, по поводу Себорком для этого Рипера 9 И до сих пор продуцируется Только сейчас куда-то КСМК поехала Да, оставить ЦТ-ку по ходу То есть там будет более поздняя база Тут база у Лярису И практически готова То есть как-то По выгоднее смотрится Положение у нашего термин На самом деле сейчас Здесь какого-то ошибки Слива не будет опять же ТВТ-то Такой матчок Или который То есть тут запросто Может быть И по-моему Вышатся на ошибки Только, наверное, В ПВП на битве Дидераптор Тратит скан для Ари Смотрит, да Видит, что там ЦТ-ку Но видит тайминг Что довольно поздний Вот этот ЦТ-ку И тут дроп наверху Древен не готов Есть первые Циклоны Есть трёх первые войска Ну целый год Отбиться неплохо Здесь Поддержка Циклона Да, Циклоны раздал Ну, вроде Здесь этот дроп погибает Не особо Чем-то показал Частью большого У меня нашей команды Ляриц Получает Здесь хорошее преимущество На самом деле Прям поэкономить Такой бустик Пошёл В пользу Синего терра Мы пока что Здесь не было Ни-ка Но в целом По-рабочему У нас 30 на 35 По лимиту Сейчас Слил войск Вражеская Практика Не особо Могут Теря Успешно Убился Атака Ну и Сейчас будет Потихоньку Уже база Свои Дахот Приносит Чудар Пока всё Выглядит Довольно Неплохо 41 на 34 Впереди По-рабочему У нас Ляриц База у него Раньше Соответственно Нужно сейчас Это дело Реализовать Поиска Третью цифрочку Ставит Маштером Обороняется Здесь По-другому Последующим Боится Что Что-то Куда-то Прилетит Но Сильверкроу Сейчас Сам В обороне Пока что Сидит Не особо Помышляет О каким-то Каких-то Выходах Сам Дефается Здесь Возможно В залет Каких-то Дрот Туда-сюда Ну и в целом Довольно Оправданно Довольно Оправданное Действие Чтобы Просадить Канами Крещу Нежу Ну это Прям Беда-беда А как Такое Стояние Противостояние У нас С одной С другой Стороны Без каких-либо Активных Действий При накоплении Войска Уже Доходом На Уже Третью Базу И Эта Третья База Пока что Усиливает Кроу Даже И не Правится Неплохо Весьма Лягис Передел Хороший Запас Ревенов Третья Ревен На Подлете Должен Без Викингов Достраивают Будь Заваривают Господь Господь Тоже Довольно Много Викингов Было Построено При должном Везении Могут Задавить Довольно Быстро Хорошо Спалил Сейчас Выход Спрятанный Дели Куста Вот И Есть Время У Лягиса Чтобы Занять Позицию Встретить Своего Соперника Хорошо Снимается С рампы Выходит Включатель Вниз Первый Залп Прошел Минус Викинг Минус Второй Минус Печаль На самом деле То есть Все ревены Были Моментально Не успели Сделать Специально Ничего Вообще Как бы Каждый Ревер Потенциальный Залоченный Вражеский Единица Вот И сейчас За счет Этих Питингов Будет Тепен Он Танки Выдавливать Потому Что Будто Не давать Вижу Тренч Танков Выше Чем Уровень Видимости Соответственно Узна Какая Внешняя Процветка Либо В виде Сказ Либо Виде Да Вот Висящего Вот Воздуха И за счет Этого Могут На них Стрелять Да Вот Так Вот На такое Расстояние На которое Станки Соперника Стрелять Не могут Ближе К базе То есть Может быть Скорпетит Довольно Большой Конченик Прехота Вот Если Грамот Сажаются Витингер Проход Занес Но Чем Как Он Не Очень Нужен Но Хоть Для Нашего Терна И походу Это ГГ Да Ну что ж Увы К сожалению Уступает Лярис В этом Противостоянии И Это Для нас Получается Первый Проигрыванный Кламвар На Нашем Нашем Новом Сезоне Начиная С осени То есть До этого Мы Все Три Игры Выиграли И в частности Через Зейс Матч Лярис Как раз Становился Героем Пауками В два раза Вот Нет Ну что ж Упорная Борьба Взяли У нас Плату На реванш За СССР Лигу С чем Мы Их Собственно И поздравляем Ну что ж На этом Наверное У нас Дела Заканчиваются Заканчивается Наш сегодняшний Кланвар И соответственно Наш сегодняшний Стрим Тоже Всем Ребят Спасибо Кто нас Смотрел С вами был Семикс Зератул С вами была Команда Семикс Всем до новых Стрич Всем пока Удачи Берегите себя И Помните Что Старкрафт Порево До новых Стрич Продолжение следует